Я очень рад, что мы провели и проводим наш первый симфонический семинар для молодых композиторов Российской Федерации и страны СНГ. Это очень важная миссия для нашего сообщества. Она уникальная, потому что я не помню в истории ни Союза композиторов, ни каких-либо других музыкальных профильных организаций, образовательного форума для композиторов в масштабах СССР, где композитору давался по воспоряжению симфонический оркестр вживую, чтобы он мог с ним работать, приносить тут же партии, партитуру. То есть мы создали такой цех для производства симфонической музыки. И вот эти наши 10 дней, за которые участники семинара написали свои симфонические профитуры, они были очень плодотворны. Я рад, что это все произошло. Я рад, что ребята очень ответственно отнеслись к этому. Я рад, что у нас также есть в хорошем смысле слова открытие этого семинара. Безусловно, открытие для нас это Никифор Яковлев, композитор из Якутии, которому всего 14 лет. Он приехал вместе со своим педагогом Николаем Михеевым, председателем нашего Сахамолота, и как-то вот открылся со стороны слышание симфонического оркестра. Я думаю, что если он будет развиваться так же активно, как уработал в Белоруссии, то мы сможем через несколько лет услышать достаточно самобытного дальневосточного автора якутского, который может при помощи нашей организации стать известным на территории всего СССР. Очень хорошо поработала татарская делегация и увагская делегация. В общем, будет концерт, я так понимаю, очень яркий, очень интересный. Авторы все очень разные. И подошли они по-разному к созданию этих сочинений. И очень приятно, интересно с каждым из них работать. Кого-то я знаю уже давно. Кто-то для меня в первый раз, как композитор, открылся. Александра Абдурова я знаю уже не первый год. Айдара Камалова. В общем-то я впервые с ним работаю, как с композитором. Очень приятные впечатления. Написал большое симфоническое течение. Вообще, приятно, что есть люди, которые слышат симфонический оркестр, которые хотят для него работать, писать. И приятно, что мы даем им возможность работать и писать. В данном случае большое спасибо Российскому Музыкальному Союзу, Молодежному отделению Совета Композиторов, Международ-Молоту нашей Гильдии Молодых Композиторов-Музыковедов Российской Федерации и стран СНГ, и Молодеченскому колледжу, и Рыгору Семеновичу Сорокину, за то, что мы это все общими совместными усилиями, камешек камешку, вот так вот сложили это здание симфонического семинара. 125 лет юбилея Максима Богдановича в следующем 2017-м столетии памяти Максима Богдановича в Республике Беларусь. Две памятные даты сошлись как парад планет в Солнечной системе. И точно так же большое количество композиторов из разных уголков нашей братской России слетелись к нам в Республику Беларусь на первый международный форум-семинар молодых композиторов и музыковедов имени Михаила Клефаса Агинского, композиторы, приехавшие на семинар. В качестве участников пишут сочинения для симфонического оркестра на стихи Богдановича, либо же пишут сочинения для симфонического оркестра так или иначе посвященные Максиму Богдановичу. И в рамках нашего семинара-форума мы организовали три экскурсии с выездами. Значит, первая экскурсия была в Залесье в резиденцию всемирно известного композитора Михаила Клефаса Агинского. Далее была проведена экскурсия в фольварок Рокутевщина, где два с небольшим месяца Максим Горданович творил свои стихи и писал свои поэмы. Наши гости смогли проникнуться также атмосферой средневековых замков, мирского и нежсмирского замка. Максим Горданович. Максим Горданович. Пок 자리가 жалов?!" Максим Горданович. Продолжение следует... Максим Горданович.